Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. До свадьбы, общаясь с мужем, я не ревновала и могло быть такое, что день не пообщаясь и для меня нормально. Всегда звонил и интересовался только он. После свадьбы, если он куда-то едет, я чувствую то же самое, ну типа могу не звонить, не писать. Но когда он рядом, мне очень хочется залезть в его телефон, не знаю зачем, причём он не скрывает его, но в пароле я его знал. Один раз я взял так его телефон, увидел я переписку с другом, и ему как-то сказал об этом. Он сказал, почему ты мне не доверяешься, я не скажу, что мне не хватает заботы и внимания. Скорее, это ему может не хватать, потому что я эмоциональный закрытый человек. Он может прийти домой, ему как раз хочется обнимашек, обнимашек, ласки, но вместо этого я могу просто пойти спать. Но я такой человек, сама по жизни все люди, мне об этом говорили многие замечали, и с тех, с кем мне довелось вести отношения. Никто не понимал, как этой в день я могу ни разу не общаться и не написать, что мне в принципе нужно отдыхать от человека, но вот желание полностью обладать человеком контролировать у меня есть. Мне хочется, чтобы человек был в полном моём подчинении, чтобы он страдал без меня и был зависим. Откуда всё это, я не понимаю. А ныне, обратите, пожалуйста, внимание на то, что вы по сути не задаёте вопрос. Вот. То есть да, вы формально спрашиваете, почему до свадьбы вы своего мужа не ревновали, а теперь, как бы, вот, получается так, что ревнуете формально, чисто вы задаете вопрос, но вот, как бы, момент, связанный, собственно, с вашим запросом, да, он здесь, как мне кажется, отсутствует. То есть что вы хотите поменять? Если говорить глобально, если говорить глобально про ситуацию, которую вы описываете, я бы сказал следующее. Желание контролировать, контролировать, ну, человека, да, желание того, чтобы он был, там, грубо говоря, только вот, только вашим, да, и так далее, чтобы он был полностью в вашем подчинении, вот. На мой взгляд, связано с тем, как мне кажется, связано с тем, что вы, ну, вот, тотально, так скажем, себе не доверяете. То есть вы, вот, именно что не можете себе довериться. Вот, вы, как бы, пытаетесь вот этот самый недостаток, скажем так. Доверя себе, да, вы пытаетесь компенсировать за счет подчинения контроля другого человека, вот. А себе вы не доверяете, это эмоциональная закрытость, да, о которой вы говорите. Это как раз именно вот про недоверие себе. Про такое вот, тотально, я бы сказал, недоверие себе. То есть, невозможность на себя, грубо говоря, положиться. Невозможность опереться на свои переживания. Вероятно, обесценивание их, своих переживаний. Вероятно, рационализация своих, своих, ну, своих переживаний. Вот. И, вероятно, наличие какого-то негативного опыта, связанного с вашими переживаниями. Вот. То есть, ничего плохого в том, что вы хотите побыть одна, или что вы не очень такой вот контактный человек. Ничего плохого в этом нет. Абсолютно. Это нормально. Но, то, что у вас есть вот, эм, такое, такое стремление к контролю человека, это вот свидетельствует именно о том, что вот вы пытаетесь решать свою проблему. Проблема недоверие себе. Проблема того, что вы, по большому счету, себя не знаете. И, вероятно, боитесь, опять же, в какой-то степени боитесь своих эмоций и своих чувств. То есть, так вот вы, вроде бы, представляетесь человеком достаточно состоятельным. Но, вероятно, при более близком рассмотрении ситуация может сложиться так, что вы чувствуете себя более зависимой, или чувствуете себя более нуждающейся в другом человеке. А эмоциональная закрытость является страхом открыться и довериться другому человеку. Потому что, чтобы довериться другому человеку, нужно довериться сначала себе. Если себе вам довериться сложно, то вы не сможете довериться и другому человеку. с таким образом. Вот. А вот. Пожалуй, как-то так. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго и удачи.